привет друзья привет мои сладкие я рада вас видеть на моем канале я надеюсь вы вценили мой прикид афрокосы которые на минуточку я заплела сама да первый раз в жизни я заплела себе сама афрокосы надо такие толстенькие афрокосы которые я люблю почему-то мне очень нравится толстые афрокосы криво косы этот раз я их заплела но сама своими ручонками так что думаю тоненькие афрокосы я летом себя тоже сама попробую заплести да 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 ну чё не сделаешь в карантин и не только из-за много лишнего времени да еще от большой нехватки денег и сегодня я опять одна дома одна дома а это означает что время нам с вами поболтать ну я подумала о чем тут болтать о карантине о ситуации психологически сложной да блин честно надоело сколько можно болтать о сложной ситуации в карантине а давайте вспомним прошлое давайте вспомним какую-нибудь хорошую ситуацию и сегодня я вам расскажу одну ситуацию из моей жизни я из тех людей которые верят в ауру и хорошие дела так что творите хорошие дела и они будут вам возвращаться но сегодня я расскажу о одном из моих праздников моего дня рождения то есть ровно ну как ровно 10 лет тому назад 10 лет тому назад когда я праздновала свой 27-летний праздник день рождения немножко предыстории 10 лет тому назад в целом мире случился глобальный мировой кризис и работы везде уменьшились то есть но работы вообще в всем мире было такой конкретный спад многих людей увольняли и также сама концертной деятельности было очень мало и заработок был очень небольшой но в то время я работала в ресторане под названием чингисхан этот ресторан восточной кухни я танцевала танец живота в нем и у меня были очень хорошие отношения с хозяином хозяина было звать арсен это был безумно классный мужчина молодой парень даже не мужчина наверное надо так сказать который имел очень он был с казахстана если не ошибаюсь да по моему с казахстана и он нереально классный был у него было какое-то обширное понятие жизни глобально много путешествовал много видел но не в этом суть то есть у нас очень хорошо с ним сложились отношения дружеские подходил день моего дня рождения такая традиция у меня в коллективе что ну надо проставиться то есть надо как-то отпраздновать этот этот день и накрыть полям так скажем моему рабочему коллективу моим танцовщицам ну и конечно же пригласить лучших подруг как без этого празднуюсь как-то глобально так как это не юбилей 27 лет я не собиралась и я денег было очень мало я спросила директора слушайте вот я заметила что у вас заказывать небольшие столики там на 6 персон на 7 а можно говорю мне какой-то минимальный состав там горячие блюда и там пару салатиков допустим за какую-то небольшую цену плюс конечно же свой алкоголь тортик чего нельзя делать в ресторанах но хозяин не разрешил и а стол да конечно боже на мы тебе сделаем за минимальную стоимость по себестоимости там большой состав шашлыка плюс салатики девчонки же мало едят правильно да должно хватить я говорю окей я устроила праздник пригласила своих подруг как бы праздником мы назвали девичником так как мы не приглашали вторых половинок даже не было моего мужа моего сына только мои самые близкие подруги и мой рабочий коллектив тот момент это было четыре прекрасных девушки танцовщиц с которыми я работаю с некоторыми доработаю до сих пор кстати 100 дня о боже уже 10 лет прошло мы собрались это было такое ресторан был двухэтажный то есть на первом этаже и еще в подвал таких катакомбах там были такие арки подвальные очень уютно ну как в ресторанах бывает сделаны ну и мы в одной из таких арках сидели в этот вечер играла живая музыка был певец музыкант с певицей они пели и веселили публику за стол начали праздновать выпивать шампанское ну как все это и бывает и тут ни с того ни сего приходит официантка приносит бутылку шампанского очень дорогого и говорит вот это шампанское тебе я говорю это не мое шампанское она говорит это не твое шампанское но вон там за тем столиком в глуби в уголочке сидят казаки которые не раз тебе видели как ты танцуешь и ты им очень нравишься как танцовщица и они хотят тебе выразить свое поздравление в честь твоего зарождения ну я конечно сказал спасибо мы взяли это шампанское я еще вышла с шампанским подняла бокал сделала жест ну мол спасибо ребята очень приятно я пью за вас по мама даже подошла с ними челкнулась то есть мы выпили и опять вернулась своим девочкам за стол и примерно через час подходит официантка и у ее в руках просто вот она стоит стоит и ей вот так вот до груди до сердца буквально розы огромные розы 27 гигантских вот таких больших белых роз и еще такие розы с салатовым оттенком это мои самые любимые розы и она приносит эти розы я говорю это от кого говорит это опять подарок от того столика в углу который хочет тебя поздравить с твоим прекрасным праздником конечно я как дама замужняя мне стало неудобно я тут же пошла к этому столу и говорю ребята зачем вы так тратитесь вы же совсем меня не знаете и мне отвечает там было наверно трое мужчин да по-моему трое я даже не помню сейчас как их звали то есть трое мужчин и один из них говорит что он был в этом ресторане много вечеров достаточно и он видел как я танцую и он считает что ну как бы без никаких намерений просто хочет делать приятные девушки которая очень его очаревывает прекрасными танцами и еще не зарождение и он может себе позволить почему он не может просто поздравить без никаких намерений без никаких ну мне адекватных намерений но конечно ну как любой взрослый адекватный человек понимать что практически так никогда не бывает но тут я ошибалась оказывается бывает показывается бывают такие люди обеспеченные самодостаточные и которым это мелочи жизни да там такой букет допустим в данный момент стоил бы но может 10 лет 10 тому назад ну короче все равно только я даже не знаю сколько мог стоить такой букет эти гигантские розы которые никакую вазу не помещают вы представляете сколько они могут стоить ладно и это совсем незнакомый человек вот это было приятно это было очень приятно мы тусовались танцевали и выпивали я даже предложила как-то этим мужчинам говорю может вы хотите за наш столик присесть ну это все было для дипломатии для культуры сделано они отказались они сказали не девчата вы тусуетесь мы отдельно все нормально если что мы просто к вам присоединимся в танце потанцуем и нам этого будет хватать ну ладно почему бы нет как замужней женщине окей значит потом музыкант делал от себя так вот тоже меня хорошо знает мы вместе работали музыкальные подарки мы выходили танцевать выходили иногда к нам присоединяюсь эти мужчины потанцевать потом значит мы заканчивали свое празднование в этом ресторане и намечались идти в ночной клуб с девчонками и когда пришел момент расчета с рестораном я позвала официантку и сказала что как бы хотела бы расплатиться за свой банкет посчитайте пожалуйста и сумма моего банкета в ресторане там буквально на 7 девушек если хорошо помню была 450 евро и такая окей я уже готова была распространена слова сейчас хорошо она уходит и мы ждем ждем она вся не приходит значит я заждалась может собрались ночной клуб я поднимаюсь вверх на первый этаж где был бар и где был кассовый аппарат подхожу и говорю так вы посчитали я хочу рассчитаться но в этот момент когда я еще вот проходила через главный главное большое помещение ресторана где в уголку сидели эти мужчины и уже не было еще так обратила внимание что ну они уже ушли думаю ну и слава богу не попрутся с нами в ночной клуб я подхожу к этому бару говорю давайте я уже расплачусь и официант ко мне говорит боже на не надо я стою говорю как не надо я же не платила еще у меня почему-то подумалось может сам ресторан накрыл эту поляну для меня в качестве подарка мне такая мелькнула мыс может стать директора как он мой друг и так далее но директора в этот вечер не было вообще в ресторане и тут значит она говорит во счет оплатили эти молодые люди которые вам подарили букет цветов и я вхожу в великий ступор потому что это было такое ощущение интересное конечно это было неожиданно приятно это раз и я подумала я сделала этот банкет пригласила своих подруг практически за последние свои деньги я еще помню перед выездом в ресторан думала надо было вообще замутить это все дело потому что но денег совсем нет но проставиться как-то коллективу надо и это была проблема и вот в итоге мне подарили кто-то сделал мне незнакомые люди практически мне сделали вот такой сюрприз подарок который я запомнила надолго вот прошло 10 лет я в каждый свой праздник своего день рождения вспоминаю этот подарок на 27 лет который мне преподнесла сама судьба и это было жутко приятно боже мой как же бывает в жизни вот вот такие случаи бывает не только неприятный случай как в нашем вот этот корона вирус до в нашем случае но бывают еще и всякие приятные жизненные сюрпризы которые жизнь преподносит нам друзья пожалуйста а вы сделаете сюрприз хороший для меня и подпишитесь на мой канал внизу есть кнопочка вот здесь под видео подписаться подпишитесь пожалуйста вам не трудно а мне приятно и это поможет развить мой канал также ставьте лайк если вам видео понравилось но я бы хотела побольше рассказать о себе о разных прикольных ситуаций которых еще в моей жизни было и не раз и не мало и мне такие видосики нравятся знаете когда смотрю каких-нибудь своих любимых блогеров я реально люблю когда люди рассказывают о каких-то необычных ситуациях со своей жизни и и пожалуйста поддержите это видео я буду рада всегда с вами ваша подруга просто богиня пока